Всем добрый вечер. Давайте по традиции проверим связь, как меня видно, как слышно. Отлично, да? То есть видит все и слышит меня хорошо. Ну что, с кем мы не знакомы, я представлюсь. Меня зовут Матвеев Сергеевич, Жгородская область, город Арзамас, индивидуальный предприниматель, один из структурных директоров проекта БМД-21. И сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Вот этот вот наш с вами бизнес. Что это такое вообще? Работа или бизнес все-таки? То есть проект БМД-21 – это работа или бизнес? И обсудим некоторые основные такие моменты. Но начну, наверное, не с очень такого позитивного слайда, но этот слайд очень хорошо раскрывает глаза. Вот это вот на слайде вы видите данные Росстата. Это данные не этого года, то есть, по-моему, если не ошибаюсь, 2010 год. То есть вот таким образом Росстат делит население на несколько групп, если быть точнее, на 7 разных групп, на 7, наверное, слоев, как угодно это можно назвать, да? По, ну, зависимости от дохода человека. То есть смотрите, самое интересное, то есть самая первая категория – это крайне нищие. Это доход ниже 3,5 тысяч рублей в месяц одного члена семьи. То есть, к примеру, если семья стоит из 3 человек, и общая сумма доходов мужа и жены, к примеру, составляет там по 5 тысяч рублей, то, увы, да, это семья будет считаться, то есть крайне нищие. Вторая категория – это нищие. Это доход от 3,5 до 5 тысяч рублей на одного члена семьи. Ну, вот умножайте. Если, соответственно, есть один ребенок и двое рабочих, то, то есть, да, должно быть более 10 тысяч рублей. Бедные – это доход от 5 до 7,5 тысяч рублей на одного члена семьи. Четвертая категория – очень интересная. Это богатые относительно бедные. Да, это доход от 7,5 до 15. Ну, вот очень часто многие зарабатывают 15 тысяч рублей, там 12-13, да, на одного члена семьи думают, то есть, что они там очень хорошо живут. Ну, по сонятности, относительно кого? Относительно бедных? Ну, наверное, да. Если относительно более обеспеченных людей, наверное, все-таки нет. Пятая категория – это средний класс. Это доход от 15 до 25 тысяч рублей в месяц. То есть, к примеру, если в семье 4 человека, да, двое взрослых за двое детей, то, значит, доход этой семьи должен быть от 60 до 100 тысяч рублей. Только в этом случае, ну, то есть, они относятся к среднему классу. Состоятельный доход от 50 до 75 тысяч, ну, по примеру, понятно, да, сколько должен быть доход. И доход рассчитывается именно на всех членов семьи, независимо от того, зарабатывают дети деньги или не зарабатывают. Если это четверо, ну, четверо, четыре человека в семье, то, значит, доход должен быть от 50, да, и выше, ой, от 100 до 200 тысяч рублей и выше. Ну, и богатый – это доход уже от 75 тысяч рублей и выше на одного члена семьи. Да, как бы данные такие, то есть, ну, не сегодняшнего года, да, но я не думаю, что что-то у нас на рынке труда в России кардинально изменилось в лучшую положительную сторону. Так что вот некоторые такие цифры для размышлений вам. Итак, перейдем с вами к нашей основной теме, да, что такое вообще работа и что такое бизнес. То есть, смотрите, на работе человек в основном занимается каким-то определенным процессом, да, то есть, к примеру, у него задача входит, там, прийти к, ну, я знаю, там, к 8 утра, да, в течение всего рабочего дня выполнять какие-то действия, то есть, заниматься определенным процессом, то есть, соответственно, в конце месяца он получает заработную плату. По-другому, как бы, ну, быть не может. А что такое бизнес? То есть, здесь человек делает какие-либо действия с фокусом на результат. То есть, к примеру, он не просто для галочки сидит дома у компьютера, он не просто для галочки встречи проводит, да, он делает действия с фокусом именно на результат, чтобы это давало рост, да, его бизнеса. Хотя в это же время на работе очень часто встречается так, что, к примеру, в одной и той же бригаде или в одном и том же коллективе, в одной или той же смене, есть люди, которые к ним и страдают целыми днями, да, есть люди, которые там в раз больше работают, а зарплата в конце месяца у всех одинаковая. Вот бизнес так не получится. Если человек сфокусирован на результат, у него и доходы будут совершенно другие. Если человек сфокусирован на процесс, да, и говорит, что я работал, да, ну, то есть время проводил, ну, тогда и доходы будут соответствующие. И смотрите, да, в бизнесе человек получает не заработную плату, а получает именно доход. Вот это вот тоже, ну, очень важно понимать. Потому что есть категория людей, которые приходят в этот бизнес с работы по найму, да, и они, ну, так скажем, задумываясь или не задумываясь, очень часто говорят такие фраз, да, какая зарплата, когда зарплата и так далее. Зарплаты здесь нет, здесь есть доход, да, потому что любой бизнес, он подразумевает только доход. Еще не было ни одного бизнеса, чтобы подразумевать с собой какую-то заработную плату. И вот смотрите, то есть самое главное – это поменять мышление, потому что если вы поменяете мышление, тогда поменяется отношение и в целом поменяется результат, да, ваша проделанная работа. Что такое вот работа по найму? Как выглядит вообще график человек, который работает по найму, ну, если он работает, так скажем, всю жизнь? Да, здесь я, наверное, вам ничего нового не раскрою и здесь, наверное, даже я нигде не преувеличу. Но смотрите, если мы один в этом с вами возьмем это доходы, другой в этом – это годы, ну, то есть продолжительность жизни, да, человек первые 20 лет, ну, практически не зарабатывает, хотя на сегодняшний день тенденция меняется. Есть, например, я, ну, в свои 20 лет, то есть, учился в институте, и у меня были мысли только о том, чтобы закончить институт, а на сегодняшний день мы видим во всех соцсетях, газетах, на каких-то сайтах, ну, где ищут работу, да, очень много объявлений, когда, не знаю, даже как назвать, подростки, наверное, да, в возрасте 15, 16, 17 лет ищут работу. Почему они ищут? Вынуждены. Это из-за того, что не хватает денег на обучение, на жизнь, на что? То есть, почему так происходит? И вот смотрите, ну, если даже мы возьмем с вами, пускай, это первые 15 лет, да, то есть человек не зарабатывает денег. Он учится в школе, он учится в институте, потом закончит в институт, либо технику, он в лучшем случае устраивается на работу по профессии или без профессии, да, и вот тогда у него появляется какой-то доход. Ну, соответственно, первый доход, они в большинстве случаев небольшие, это может быть 10, это может быть 15 тысяч рублей в зависимости от региона и так далее, да. Со временем, если все хорошо, если все идеально, человек развивается, растет, может быть, там, в какой-то карьере, да, у него доходы тоже будут расти. Но что будет происходить со временем? То есть, ну, даже если человек дорос до высокого уровня, ну, там, например, карьерной лестницы, там, стал каким-нибудь главным бухгалтером, там, либо еще кем-нибудь, да, начальником, у него останавливается рост, то есть, да, и зарплата, она фиксирована. Даже если она хорошая, да, например, 35-40 тысяч рублей, она фиксирована, то есть, он не будет уже зарабатывать, там, 100-150-200. И вот в это время, в течение длительного времени, да, идет какая-то стабильность. Но опять же, стабильность, знаете, это стабильность, в России это самое, наверное, нестабильное слово. Потому что в это время может все, что угодно быть, сокращение, увольнение, кризисы, что-то со здоровьем может случиться. И доходность человека сразу же падает на ноль. То есть, если его уволили, неважно, кем он вчера там был в этой организации, начальником или еще кем-нибудь, да, доход ноль. Если там какой-то кризис, компания закрыла, доход ноль. Ну и даже в идее, если человек, так скажем, да, протянул свою лямку, там, в 35 лет на одной и той же работе, все у него было стабильно, хорошо, потом наступает такой период времени, как пенсия, да, и что происходит с доходами? Доходы падают, и падают не на чуть-чуть. То есть, представьте, человек всю жизнь, так скажем, ну, жил и распоряжался одной суммой денег, и уже привык к определенному образу и стилю жизни. А потом тут сразу раз, там, допустим, да, доходность там на 8 тысяч рублей упала. И, как вот я люблю такую фразу говорить, да, живи ни в чем себе не отказывай. То есть, на эти 10 тысяч рублей живи ни в чем себе не отказывай. Как выглядит график бизнеса? Он тоже своеобразный, очень интересный. То есть, если, например, в работе по найму, ну, практически, ну, каждый человек начинает с нуля, да, любой же бизнес начинается с минуса. Если мы сейчас поговорим сначала с вами про традиционный бизнес, да, потом уже переведем, ну, как бы, пример с нашим бизнесом. Если мы говорим про традиционность, с чего он начинается? Однозначно с минуса. С какого, ну, это какие замашки у предпринимателя, да, это может быть кредит в полный миллион, это может быть в миллион, может быть в два, может быть в три. Дальше что происходит? То есть, человек, к примеру, вложил свои деньги. Сразу же у него пойдет плюс. Нет, вот тут говорят, там, да, там первая прибыль, а первая прибыль. Наоборот, он столкнется с первыми трудностями, которые он, возможно, не просчитал, потому что невозможно все уследить, невозможно все предугадать, да, какие-то дополнительные расходы, какие-то накладки, и еще будет опять какой-то определенный минус. И только потом, в лучшем случае, человек начинает выходить в ноль, да, то есть, со временем выходит в ноль, возвращаясь все свои, там, какие-то, ну, то есть, кредиты, да, гасят, и потом бизнес идет уже на плюс. А если мы сравним, говорим про наше направление, то есть, с чего у нас начинается, да, ну, мы там, мы в основном говорим, что там без вложений, но вложения в любом случае есть, да, кто-то платит оформление личного кабинета, 149 рублей, кто-то их не платит, но, конечно, это нельзя назвать с минусом, но пускай уж это так будет. И в самом начале, то есть, человек не получает больших доходов, как, к примеру, заработная плата в конце месяца, да, человек получил заработную плату. Здесь же, то есть, у партнера мог быть какие-то дополнительные расходы, да, он, может быть, купил какую-то книгу, он, может быть, посещает какой-то семинар, он, может быть, приключил там тариф на своем телефоне, да, там, на более, ну, выгодный для него, то есть, определенные есть вложения, есть инвестиции, есть расходы, да. И только потом, то есть, спустя какой-то промежуток времени, партнер в нашем проекте начинает выходить на ноль, то есть, его ежемесячные доходы начинают перекрывать все его какие-то также ежемесячные расходы, там, связанные, может быть, с интернетом, со связью, с какими-то там проездами, да, там, транспортом и так далее. И потом идет уже плюс, то есть, как бы, вот, два графика, да, ну, чем они между собой отличаются, работа или бизнес. Теперь очень важный момент, то есть, смотрите, мы сегодня с вами вначале говорили, что образ мышления очень сильно влияет на результат образа мышления. Есть такие два сокращения, ХСПП и ПСХП. Что это такое? ХСПП – хорошо сегодня, плохо потом. Вот большинство людей, которые приходят с работой по найму, да, они думают таким вот образом, что хорошо сегодня, плохо потом. Что такое хорошо сегодня? Это когда-то он сегодня отработал месяц и деньги получил, да, отработал еще месяц и опять деньги получил. Ну, конечно, в лучшем случае получил, да, на сегодняшний день мы живем в то время, когда и можно не получить. Плохо сегодня, хорошо потом. Что это такое? Это вот сегодня ты тратишь, вкладываешь свое время, терпение, какие-то определенные деньги, да, инвестируешь их в развитии своего бизнеса, но хорошо будет потом. Что такое хорошо будет потом? Да, это уже другие доходы, другой стиль жизни, другое качество жизни, это другая квартира, другая одежда, все полностью другое. А вот если первый вариант мы берем, да, что такое плохо потом, посмотрите, то есть человек получает каждый месяц заработную плату, да, в течение всей жизни у него возникают разные трудности. Я в большинстве случаев вижу такую картину, да, люди во взрослом возрасте постоянно, то есть, ну, говорят о своих проблемах, постоянно говорят о своих трудностях, у них на это не хватает, на это не хватает, медицины платные, обучение платное, здесь что-то сломалось, тут что-то, то есть, ну, как бы перестало работать, да, здесь уволят, там сократили. То есть вот, вот эти вот все минутные радости, хорошо сегодня, да, потом они меняются на годовые, плохо потом, да, то есть человек в течение длительного времени, ну, то есть, постоянно из-за нехватки финансов страдает. Что здесь, смотрите, да, давайте рассмотрим первые, как бы, кастопы, ну, хорошо-то сегодня то, что в конце месяца заработная плата, да, устроился на зарплату 15 тысяч рублей, значит, там, ну, 15 тысяч рублей получит. Если мы говорим про наш проект, доход не сразу. Следующий момент, то есть, да, не нужно думать, потому что здесь, по большому счету, у тебя уже все придумано, да, тебе скажут, куда нужно приходить, во сколько нужно приходить, что нужно делать и сколько ты будешь в конце месяца получать. В нашем межпроекте нужно напрягаться самому, да, ну, то есть, да, у нас есть наставники, есть система, есть спонсоры, но в любом случае, если человек сам не думает, да, результат он тоже не получит. В первом варианте это позиция, люди приходят с позиции брать и привыкли к этой позиции, то есть, что им кто-то что-то должен, да, то есть, они как бы, ну, ходят на работу, либо приходят в этот проект, то есть, да, вы мне должны покажите, расскажите, научите с позиции брать, то есть, ищет только выгоды, только личные свои выгоды и не рассматривать, да, скажем, ну, такой момент, как позиции отдавать. Отдавать что такое? Это, скажем, сначала вкладывать, инвестировать, да, а потом только будут результаты. Сначала отдавать больше людям, которые к вам приходят в команду, в структуру, да, отдавать им больше, чем они от вас ожидают, отдавать больше, чем вам сегодня за это платят. То есть, работать не с позиции, так, сегодня проработал, должны не заплатить, а с позиции, то есть, я сегодня, да, сегодня мне будет трудно, но потом будет хорошо. Это две разные позиции, и люди внешне очень сильно отличаются, ну, видя своими словами, да, как они себя ведут, как они говорят, вот, когда у них разные эти позиции. Следующий момент, в работе по найму отсутствие ответственности, ну, в большинстве случаев, если мы не говорим про руководящую должность, да, то есть, там ответственность всегда на начальнике. Здесь же нужно брать ответственность в нашем проекте, нужно брать ответственность за себя, за свою команду, за свой личный результат, за свой рост и так далее. В работе по найму есть такое понятие, как эмоциональность, да, настроение, еще что-то. Здесь же нас, я всегда говорю, показатели вот какого-то национальности, это не совсем грамотно, потому что здесь эмоции должны быть, но они должны быть в плане поддержки или счетчиков. А когда человек, к примеру, ищет виноватых или какой-то негатив выражает, я говорю, здесь каждый человек в бизнесе рассматривает с позиции целесообразности, он делает свои личные действия, какие-либо действия с позиции целесообразности. То, что я сегодня делаю, приведут ли они меня к цели, а не с позиции «хочу, не хочу», «нравится, не нравится», «устал, не устал», «тепло» или «холодно». То есть вот эти эмоции, они здесь неуместны. Ну и вот в плане отпуска, я написал, конечно, но это тоже опять же под большим знаком вопроса «оплачиваемый отпуск». Знаете, на сегодняшний день далеко не каждый человек, работая по найму, выходит в отпуск, когда ему хочется. Следующий момент, далеко не каждому человеку дают полный отпуск, а его бьют на несколько частей, да, и дают не в нужное время, ну, не в очень удобный промежуток года. Но и по поводу оплачиваемого, да, ему заплатят эти деньги, но только вопрос, а куда он эти деньги сможет съесть и отдохнуть? Да, почему-то, я не знаю, конечно, может быть у вас сразу другое окружение, но вот в моем окружении, среди друзей, родственников, которые не в этом бизнесе, да, не с нами, почему-то их оплачиваемый отпуск хватает только на то, чтобы отдохнуть несколько раз на даче, да, там съезд в деревню, ну и так далее, там и подобное. И вопрос, да, зачем такой нужно, почему отпуск? В нашем же проекте, да, в начале отпуска нету, ну, да, так скажем, первый год нужно попахать, первый год нужно поработать, но потом вы будете уже ездить одного до трех раз в году в разные страны мира, да, в разные страны Европы, Европы, и вот, когда вы строите организацию, да, вам будут сюда попадаться, даже не только в организации, то есть смотрите, и в работе по найму, и в нашем бизнесе есть три категории людей, игроки, зрители, жертвы, они есть везде, да, это никто не отменял, игроки – это те люди, которые говорят, что мне надо сделать, чтобы получить результат, то есть они сфокусированы только на результат, все, никак, ну, больше никак. Они есть и в работе по найму, те люди, которые карьеристы, которые, может быть, устраиваются как рядовые рабочие, но они работают много, остаются после рабочего дня, они задерживаются на выходные, и они работают на результат. Есть в бизнесе те люди, которые говорят, да, то есть они ставят четкие цели, они растут, они развиваются и делают звания. Есть такая вторая категория людей – это зрители, да, ну, вы, наверное, такие встречали очень часто во время презентации среди со окружения, которые говорят, ну, давай, ты попробуй, а я посмотрю, да, посмотрю, как у тебя будет, делайте, а потом, может быть, присоединюсь. Вот их задача всегда быть правыми, потому что если у вас не получится, он скажет, ну, я же тебе говорил, да, что это несерьезно, я же тебе говорил, что там денег нет. Если у вас получится, ну, он, скорее всего, скажет, молодец, да, удачи и так далее, и тому подобное. То есть в любом случае человек, ну, в своей позиции будет прав, вот, и есть третья категория людей – это жертва, да, вот, жертва – это те люди, которые постоянно ищут виноватых, то есть они любят страдать, они любят ныть, они ищут виноватых, там, в общем, виноваты все, кроме них самих. И самое-то вот страшное – это то, что жертва, она не может страдать одна, да, ей нужен коллектив, ну, потому что нужно же кому-то выливать весь этот, вот, весь этот негатив. И вот эта вот жертва, то есть, ну, это те люди, которых старайтесь в своем окружении, ну, вообще избегать, да, потому что, ну, это, они просто тянут вас не вверх, а вниз, да, потому что эти люди в большинстве случаев, они, у них уровень личности настолько низок, да, так скажем, они сами ничего не добились в жизни и другим людям не дают возможности добиваться, унижая их, останавливая их, отговаривая их и так далее. Почему в одних командах идет рост, а в других нет? Потому что очень часто бывает такая ситуация, что сами лидеры начинают очень много общаться с жертвами, а среди своей команды, еще не знающие, да, так скажем, не разбираясь в людях, они начинают обращать внимание на тех, которые постоянно стонут и просят помощи и ищут виноватых, нет, я не психолог, я предприниматель и так далее, да, и, соответственно, как бы очень много времени уходит у них на вот разговор с этими жертвами, да, нужно чаще себе задавать два вопроса, когда вы сталкиваетесь с трудностью, задавайте себе два вопроса, что я не умею делать в этом бизнесе, да, и что я делаю мало, потому что по большому счету самая основная загвоздка только в этом, да, либо вы не умеете какие-то действия, либо вы их делаете очень мало, потому что другого варианта здесь быть не может. Если, к примеру, в работе по найму очень много есть факторов внешних, которые могут повлиять на ваш доход, на ваше место, на вашу должность, на все могут повлиять, да, и вы, ну, не вправе, так скажем, их изменить, здесь же все зависит от вас, здесь вас никто не уволит, не сократит, не отругает, не еще что-то, да, так скажем, если вы научились делать, ну, важные там, важные действия, весь свой функционал и делать это в нужном количестве, тогда однозначный рост будет, да, потому что мы с вами создаем ключевую команду бизнес-партнеров, единомышленников, сколько должно быть их в команде в зависимости от вашего уровня, это вот как раз к вопросу, да, мало ли много я делаю, то есть в каждом из вас есть определенный уровень процентный, кто-то еще пока новичок, кто-то менеджер, кто-то уровень, там уже подходит к званию старшего менеджера. И вот вы видите на стадии, да, какое количество должно быть бизнес-партнеров в вашей команде, таких как вы, которые хотят развиваться, которые хотят расти. Из-за этого, к примеру, если вы столкнулись с такой ситуацией, что вы являетесь менеджером, но у вас нет роста, да, посмотрите по структуре, а из кого она состоит? Если она состоит только из потребителей, только там из зрителей и так далее, но, скорее всего, да, это основная причина, значит, нужно увеличить количество действий в плане рекрутинга, да, и искать, ну, сменить фокус во время проведения встреч, бизнес-встреч, значит, фокус у вас был, ну, не на карьеру при разговоре с людьми, а на, ну, скажем, другие возможности. Почему, основные причины, почему люди выбирают, да, наш бизнес, так скажем, и связывают свою жизнь с этим бизнесом? Здесь очень много, вы видите на слайде, очень много разных критериев, да, понятно, что у каждого есть свои ценности, каждый из вас пришел в этот бизнес по своим причинам, кто-то пришел из-за нехватки денег, кто-то пришел из-за желания, из-за, там, посмотреть весь мир своими глазами, кого-то интересует неограниченный доход, кого-то интересует признание, кого-то интересует здоровье, кого-то интересует стабильность, но здесь, в общем, вариантов очень много, просто вот здесь я, как бы, перечислил такие основные, наверное, аспекты и критерии, да, которые все-таки для большинства людей важны в этой жизни. И вы сами все прекрасно знаете, да, ну, тот, кто с вами из вас уже не первый день здесь, да, что у нас в рамках проекта BMD21 есть программа удвоения. Вот эта программа удвоения позволяет выйти на доход в 38 тысяч рублей за 1, 3, 6 месяцев в зависимости от того, какой темп вы сами выбираете. К чему это сейчас все веду? Те из вас, кто, может быть, еще пока не знаком с ней, познакомились, потому что сама программа настолько элементарна и проста, да, то есть ваша задача одна единственная, то есть заполнить готовую таблицу, да, так скажем, ключевыми партнерами, которые будут выполнять минимальный функционал. Что же будет по исходам вот этого заполнения таблицы? То есть, смотрите, когда ваши два партнера, вот видите, да, во главе таблицы есть, то есть вы как лидер, да, идет уже разветвление две ветки, у каждого человека также две, 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 то есть если мы берем по уровням один, два, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два партнера. Если все вместе сложить, то будет 64 партнера. И вот смотрите, когда первые ваши два партнера выходят на такой же уровень дохода в 38 тысяч рублей, так же, как и вы, что для вас? Вы открываете звание золотого директора по карьерной лестнице, да, вы суммарно получаете и только в виде единовременных премий полторы тысячи, полторы тысячи, две тысячи долларов, в сумме четыре с половиной тысячи долларов. И вот здесь уже доход, в районе семидесят тысяч рублей. Вот это вот как раз доход европейского уровня. То есть да, в Европе, ну так скажем, считается неплохой доход, когда человек зарабатывает там в среднем тысячу долларов или тысячу евро. Так же и здесь, мы вас зовем в этот бизнес не просто пробовать, мы вас зовем начать зарабатывать европейский уровень дохода. А потом уже вы берете следующих двух партнеров и вы повышаете свой доход в два раза. И вот смотрите, если мы с вами берем, так скажем, ну за основу вот эту вот программу удвоения, да, так, первоначальную задачу выйти на уровень дохода в 60-70 тысяч рублей, тогда давайте возьмем просто в виде примера, два примера жизни, да, то есть работа по найму и, соответственно, построение карьеры в проекте БМД-21. Возьмем хороший донас, то есть да, с хорошим доходом. Ну, к примеру, вот вы видите картинки, то есть Сяна, главного бухгалтера, к примеру, в банке, да, доход в месяц там в районе 70 тысяч рублей. Я, конечно, не знаю, может быть и не зарабатывает главный бухгалтер в банке этих денег, ну вот пускай будет так. Ну, естественно, как бы один из партнеров Ольга, да, то есть золотой директор, это как раз по программе удвоение. Тоже доход в районе 70 тысяч рублей в месяц, ну плюс, как я говорил, премии 4,5 тысячи долларов, да, и все остальное. Знаете, смотрите, вроде бы одинаковый доход, но совершенно разный стиль жизни. Вот опять же, если мы делаем такую сильную грань между работой по найму и своим бизнесом, да, разный стиль жизни. Доход одинаковый, но в первом случае это рутина ответственная работа, это определенные клиенты, контролирующие органы. Это вы встречаете с своей семьей только в большинстве случаев выходные, потому что чем выше уровень дохода, тем больше времени вы проводите на работе. Конечно, мне кто-то может сказать, что я там работаю с 8 до 6, ну и скорее всего зарплата там, да, копеечная на это работа, там 15-20 тысяч рублей. Чем выше должность, тем выше доход, тем больше времени человек проводит на работе. Многие, у меня коллеги, друзья, которые занимают руководящие должности, они не раз говорили, да, я ухожу из дома, когда моя семья еще спит, прихожу домой, когда мои дети уже спят. Или вообще вся семья спит. И только выходные. Ну и то выходные, знаете же, да, как проводят, то есть очень много нужно делать, делать, и очень часто бывает там даже далеко не до семьи. Стабильная зарплата без подарков. Ну, по поводу стабильности, мне кажется, это тоже знак вопроса большой, да. И в плане подарков, все-таки вот я смотрю, я не видел еще, что, к примеру, на работе по найму, да, дарили машины, поездки за границу, ноутбуки, айфоны, айпэды, премии в тысячу долларов, в полторы тысячи долларов. Такого нет, в большинстве случаев. Да, единичные, может быть, компании какие-нибудь, европейские, а так этого нет. Ну, естественно, работа полностью управляет вашей жизнью. Не вы являетесь хозяином вашей жизни, потому что вы являетесь хозяином только тогда, когда вы приходите там с 8 вечера до 12 часов ночи. Вот ваши 4 часа, когда человек там приходит, ужинает, берет в руки жезловласти под названием пульт от телевизора, да, и наслаждается просмотром, листанием вот этих там 99 его каналов. Вот это вот он управляет своей жизнью. А потом он спит и опять идет на работу. Потому что за него решили, не он сам решает, сколько он будет работать, где он будет работать, в каком коллективе, когда будет отдыхать, сколько будет зарабатывать. это не он решает. Это решает в большинстве случаев за него, кто, то есть вышестоящее начальство. Если мы берем наш вариант, то есть, да, так скажем, работа в нашем проекте, то это интересная работа. Она не легкая, да, я не хочу, то есть, ну, вас фокусировать на халяву. Она не легкая, но она интересная. Она интересная, она разнообразная. Она без начальника, потому что здесь есть наставники, которые заинтересованы вам только помогать. Вы работаете уже с клиентами, партнерами, которых вы сами выбираете. То есть, есть пример, у меня человек неприятен, я никогда в жизни не буду с ним работать, не буду его в свою команду приглашать. В работе же по найму, да, увы, то есть, человек не выбирает, с кем работать. Гибкий рабочий график, и вы многие это прекрасно понимаете. То есть, смотрите, у нас с вами время 9 часов по Москве, да, но мы с вами проводим вебинар. В любое время, когда у вас есть свободное время, вы работаете. Постоянно растущий доход плюс подарки. Ну, опять же, от вас, конечно, зависит. Если человек делает ежедневные действия, то доход будет. Если он их не делает, то, увы, как бы, дохода нет. Жизнь и работа в собственных руках, потому что вы полностью хозяин своей жизни, и вы сами решаете, сколько вам отдыхать, сколько вам работать, сколько времени уделять своей семье и так далее. Ну, и как примерно выглядит день человека работающего? Ну, по найму, если мы в данном случае взяли, к примеру, Ану, да, главного бухгалтера. Я, конечно, не знаю. Может быть, там чуть-чуть у них другой график, да, в банке. Ну, вот, к примеру, я таким образом вот его вижу. И в большинстве случаев, даже если человек работает с 8 или с 9 утра, то встает он намного раньше, потому что чем крупнее город, тем больше времени тратит на дорогу. Если мы говорим про график работы в нашем бизнесе, здесь тоже нужно выполнять функционал, здесь тоже есть определенные задачи. В засаду попадают те партнеры, которые приходят сюда и думают, о, блин, никто ничего заставлять не будет, да, я сам не решаю, когда мне работать, что мне делать. Ну, то есть, и вот они, вот эта свобода для них, она является такой, как бы, больше ловушкой, чем выходом из положения. Потому что свободой ей тоже нужно уметь пользоваться. Если человек десятилетиями работал по графику, да, из-под палки, когда ему что-то, что-то говорят, то свободой, ну, ему, наверное, будет она во вред. И каждый человек должен четко понимать, каждый человек должен четко понимать, что и в этом бизнесе есть определенный функционал, есть ежедневные действия, которые делать необходимо. Но только вы их делаете тогда, когда вам, ну, удобно, да, тогда вы можете их совмещать с чем угодно. Вот вы видите, вы не раз этот слайд видели, вы не раз это слышали, что есть основной функционал каждого бизнес-партнера, да, 3-4 часа в день выделять на работу, одна личная регистрация в день, личный товароброд за каталожный период, обучаться, посещать разные вебинары, изучать книги, ютуб-каналы, аудиозаписи, видеозаписи, участвовать активно во всех чатах, да, и, соответственно, уже проводить какие-то обучающие блоги для своих новых партнеров. Тоже ежедневная работа, но только чуть другая. Если мы говорим с вами вообще о перспективах карьерного роста, но, конечно, я не буду спорить, что, например, в работе с Панамой нельзя добиться высот, можно, да, но вы все прекрасно понимаете, что генеральным директором будет только один человек, а не 10 человек, да, что главным бухгалтером будет только один, а не 8 главных волоксеров. из-за этого единица людей, то есть, достигает каких-то результатов. И в большинстве случаев подвижение по карельной лестнице, оно, ну, так скажем, чем-то ограничено. Ограничено связями, блатом, каким-то вашим, ну, то есть, знаниями, да, там, либо дипломом, я не знаю, то есть, чем угодно может быть ограничено. Здесь же, в нашем бизнесе, то есть, перспективы, они огромные, потому что ни один человек вам не скажет, не уволит, не отругает, не сократит, да, у меня в окружении разных категорий людей, начиная от 16 лет, есть, ну, то есть, девушки, парни в 16 лет являются директорами, зарабатывают больше, чем их родители. Есть люди в 70-75 лет зарабатывают, которые 100-150-200 тысяч рублей. Чем ограничение? Нет никаких ограничений, ни возрастных, ни социальных, не каких-то, там, умственных, ограничений нет. Если человек делает определенный функционал каждый день, результатом назначен будет. Ну, если мы говорим с вами про отдых, то, соответственно, как бы человек, кто работает по нами, да, он платит свои деньги за поездку на отдых. Если он даже накопил за целый год там, да, не откладывал, откладывал, вернее, деньги лишний раз не доедал, лишний раз не догуливал, то потом он поедет за свои деньги, ну, Ну и опять же поедет туда, куда их хватит. Здесь же, как я уже говорил, компания от одного до трех раз в году премирует разными поездками. Буквально неделю назад мы были на Кипре, потом мы были в Сочи, этим летом мы были в других еще курортах и так далее. То есть каждый год разные страны мира. И все это компания оплачивает за вашу ежедневную работу. И каждый из вас должен четко понимать, что судьба, как бы это ни случай, это выбор. Потому что мы с вами каждый день делаем выбор. Каждый день делаем выбор. Читать, не читать, смотреть, не смотреть, делать, не делать, звонить, не звонить, отдыхать или работать. И вот каждый выбор имеет свои последствия. Время идет, дни летят, месяца летят. На сегодняшний день темп жизни настолько быстрый, уровень жизни меняется, все полностью меняется, скорость жизни меняется. Из-за этого год пролетел только так. Вроде бы недавно Новый год праздновали, а буквально через пару месяцев опять уже будет Новый год. То есть год прошел. Год прошел и возникает вопрос, а что изменилось? Я иногда когда разговариваю с людьми, со взрослыми людьми, которые, например, работают по найму, да, то есть они готовы, ну, они ищут разные варианты заработка. И они, к примеру, может быть, пока не готовы, но рассмотреть это с позиции бизнеса. И вот они, то есть думают, сомневаются и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот 2017 год пройдет? Ну, давайте вот вам вопрос, да, в чат. Вот те из вас, кто может быть, то есть мы сейчас как раз проверим, кто из вас рядом сидит, а кто-то может быть ушел. Вот как вы считаете, 2017 год в вашей жизни он пройдет? Пролетит, все правильно, пролетит даже, как фанера на Москве, да. Вот, он в любом случае пройдет. И вот просто возникает вопрос, а когда он будет заканчиваться? Когда будет ноябрь, декабрь, 2017 года, да? Вы сами себе зададите вопрос, а что изменилось в моей жизни, да, а как он у меня прошел? С каким результатом вы подойдете к концу 2017 года? С тем же результатом, что у вас сейчас есть? В плане финансов, либо в плане карьеры, либо в плане качества и стиля жизни. Либо вы кардинально поменяете. То есть от кого это зависит? Полностью от вас это зависит. Потому что будет или-или, да, или, к примеру, то есть как у нас, у многих других партнеров, коллег, директоров, то есть ежегодные поездки, ежегодные банкеты, ежегодные какие-то премии, достойный доход, все по-другому. Или рутинная работа, да, безвыходные, ну, в большинстве случаев безвыходные какие-то ситуации, замкнутый круг, не хватает денег, не хватает времени, ну, ничего не хватает. Ну, не считая там каких-то таких мелких радостей, да, и все. И вот у многих возникает вопрос, а где вообще взять вот на все это время, да? Особенно если вы учитесь и пытаетесь совмещать, или, может быть, вы работаете и пытаетесь совмещать, или, может быть, у вас семья, двое детей, я не знаю, там, муж, еще что-нибудь, да? Где на все это взять время? Вот мы, ну, я уже на некоторых вебинарах говорил, что есть такое понятие квадрант времени, распределение времени, да? Ну, вот здесь я вопрос это все выразил на этом слайде. То есть, смотрите, есть основное время, эффективное, это то время, которое направлено на натяжение цели. То есть, это те действия, которые вас приводят к результату. Не просто для галочки, потому что, если вы просто сидите у компьютера и сидите в соцсетях, там, и пролистываете чужие страницы, это, скорее всего, для галочки, да? А если вы занимаетесь рекрутингом, обзвоном, сопровождением, вот это будет эффективное основное время. Вспомогательное время, поддерживающее, ну, это то время, которое направлено на поддержание команды, цели, системы, да, так скажем, ну, жизнедеятельность какой-то вашей, там, поесть, поспать, может быть, убраться, там, не знаю, еще что-то сделать в обычной жизни, да? Ну, то есть, то время, которое все-таки тоже нужно выделять. Есть бесполезное время, неэффективное, вот это время направлено на бездействие по отношению к цели. Это то время, которое люди убивают на просмотр телевизора, на просмотр всяких YouTube роликов, да, на листание чужих фотографий. То есть, они проживают не свою жизнь, а чужую жизнь. Они смотрят, как красиво кто-то отдыхает в соцсетях, как красиво кто-то на передачах выступает. И человек проживает не свою, а чужую жизнь. И вот вопрос, как достичь цели, как найти, где найти свое свободное время. Просто научиться бесполезное время переводить в основное, да, убрать все лишнее, все, что вас отвлекает, и заниматься одним-единственным. Потому что вот это единственное вас в конечном счете, да, через год-полтора, у кого-то, может быть, два зависимости от ваших темпов, от ваших целей, приведет вас кардинально к другому результату. Потому что вот я иногда даю такое упражнение, ну, при личных встречах, либо, может быть, на семинарах, на вебинарах. Вот, кто из вас не слышал, тоже вот ради интереса сделайте, да. Просто возьмите вы чистый листок бумаги, разделите его на две половины, ну, линии, да, расчистите. С одной стороны, напишите, в левую половину напишите, ну, так скажем, да, вот эти вот по пунктам, да, наверное, там, каждую строчку, те трудности, которые у вас есть на сегодняшний день в вашей жизни. Ну, а пишите все, не пишите вы там одну, что, блин, мне надо квартиру, у меня нет своего жилья, да, это самая глобальная трудность, может быть. Да, но кроме нее же есть дофига всяких мелочей. Не хватает этого, надо купить то, сломалось это, ну, я не знаю, то есть, вот напишите все трудности, которые у вас в этой жизни есть, от которых вы хотели бы избавиться, да, которые вы хотели бы решить. Это может быть со здоровьем, это может быть с финансами, это может быть с отдыхом, с бытом, с окружением, с обществом, да, которое вас окружает, ну, разный вариант. А вот с другой стороны, вот представьте, что вот мы с вами говорили не о слишком крупных суммах дохода, мы с вами сегодня говорили о доходах в 70-75 тысяч рублей, да, а вот представьте, то есть, напишите, вот вы, если вы начнете зарабатывать ежемесячно, ну, хотя бы для начала 70 тысяч рублей, и поставьте во втором столбике плюс либо минус рядом с каждой строкой, что у вас решится, да, скажем, какие проблемы, какие задачи у вас практически сразу же решатся, какие-то может в течение какого-то там месяца-двух, может в течение полугода разрешаться, если ваш доход будет в районе 70 тысяч рублей. И что вы увидите на своем листке, если вы это делаете и будете делать честно по отношению к самому себе? Вы увидите, что практически все, все трудности, да, они решатся за очень короткий промежуток времени. То есть, вот когда я людей приглашаю, говорю, то есть, да, друзья, карьера, проекты, доходы, стиль жизни, качество жизни, кто-то говорит, ну, а что, деньги это не главное, я говорю, а что главное, блин, а что главное? Если с помощью вот этих вот денег, да, я говорю, да, может быть, сами деньги не главное, но деньги дают возможность все полностью поменять, да, то есть, деньги дают другое качество жизни. Так что, я говорю, дело здесь не в деньгах, из-за этого вот я и хотел с вами поговорить больше не только о суммах, а именно поговорить о разных критериях, которые интересуют любого человека, так скажем, разные области в жизни, которые важны для каждого человека. Отдых, здоровье, общение, я знаю, там, семья, дети, обучение, квартира, машины, разный вариант. Можно это бесплатно сделать? Нельзя. И вот вы видите, да, даже, Катя, даже, наверное, не их количество, и это главную роль играет, а те возможности, которые они предоставляют, да, не количество, а именно возможности, которые дают нам хорошие доходы. Теперь смотрите, вот вы видите такую вкусную картинку, как кто-то сказал из вас. Рецепт успеха. Это мы один раз услышали, вот, пример винегрета. То есть, скажите, пожалуйста, вот давайте, наверное, сейчас, в первую очередь, хочу обратиться к девушкам, к женщинам, потому что я все-таки думаю, ну, не все мужчины, наверное, умеют, говорят, готовить винегрет, но хотя, в принципе, ничего сложного здесь нет. Давайте вот разберемся, скажите, пожалуйста, прям, пишите в чате, у нас с вами осталось последние, там, 5-10 минут, напишите в чате, вот, для того, чтобы приготовить винегрет. Ну, давайте плюсик сначала поставим. Кто из вас может готовить винегрет? Поставьте плюсик. Отлично. Девчонки бомбят, да, Андрея, вон, Андрей есть. Скажите, пожалуйста, картошка какая нужна? Сырая или вареная? Прям быстро пишем. Сырая или вареная? Картошка какая нужна? Вареная, отлично. Свекла какая нужна? Сырая или вареная? Вареная, я думаю. Лук какой нужен? Репчатый или не репчатый? Вареный? Или свежий? Ну, то есть, горох какой нужен? Консервированный? Или, ну, то есть, прям, с грядки? Скажите, морковь какая нужна? Вареная, не вареная, сырая? Или там, морковь по-корейски? И так далее, тому подобное. Я к чему это все веду? Ну, скажите, пожалуйста, ну, если вы вместо вареной картошки сырую положите, если вы вместо свеклы отваренной другую положите, если вы вместо гороха из сага с грядки там возьмете вместо консервированного там, да, но если вы там еще что-нибудь, вместо обычной моркови положите корейскую морковь, что у вас получится с винегретом? Увы, это будет не тот винегрет, который люди привыкли, да, кушать. Вот очень часто так же и в бизнесе. Вроде бы все элементарно просто, да, да, как, по примеру, вот это блюдо, оно простое, оно элементарно простое. Ну, скажите, но если все сделать не так, как вам говорят, если приготовить не такой, ну, не по тому рецепту, который вам говорят, ну, что-то там получится. Это можно элементарно простое блюдо так запортачить, что в рот не вломишь. Вот так же и с бизнесом. Мы для вас создали все, систему, да, то есть обучение, ютуб-каналы, чаты, вайберы, комнаты, все есть, наставники, директора, онлайн, оффлайн, поездки, банкеты, мероприятия, тусовки. Ну, блин, но если не делать то, что говорит наставник, тогда вот это все, что создано, да, и что вам приготовлено, то есть и дано, ну, как вот на готовом блюдечке, даже это можно все запортачить. Я всегда говорю, блин, во всем можно найти и хорошее, и плохое. И в человеке можно найти и хорошее качество, и плохое. И в бизнесе можно найти хорошее, и плохое. Очень главный вопрос, кто что ищет, кто что ищет. Если ищете плохое, найдете, ищете хорошее тоже найдете. Да, вот мы 20 какого там, 22 сентября мы летели на Кипр, мы жили несколько дней на Кипре, нас там было 800 человек. Ни один из них не жалуется, блин, я так жалею, что вот я в этом бизнесе, да, и вот сейчас мучаюсь на Кипре, отдыхаю. Когда мы прилетели в Сочи, нас там было 3500 человек, и ни один из этих 3500 человек не жалуется, блин, да, какой я такой вот, ну, в Сочи мучаюсь, отдыхаю, да, хожу на банкет и так далее. То есть просто нужно к этому времени прийти. Да, к этому, до этого времени нужно дойти. Делай все в системе, как вот, ну, варить винегрет. Я думаю, как бы понятно, да, объяснил. Потому что сейчас самое лучшее время действовать. По разным причинам самое лучшее. Во-первых, онлайн-технологии развиваются. Развиваются так, что за ними невозможно успеть. Да, во-вторых, сейчас идет кризис России, и он идет затяжной, и неизвестно, когда он закончится. Сейчас люди открыты к разным возможностям заработка, да, и сейчас люди понимают, что нужно что-то делать. Да, что стабильности нет нигде, а курс каждый день хочется, а кредиты никто не отменял. То есть сейчас, как бы, это самое лучшее время действовать. Да, и когда человек ничего не совершает, да, и если он будет ждать идеальных условий, то эти условия не начнутся никогда. Потому что нужно начинать всегда. Когда, например, ко мне приходят люди на встречи, либо я провожу по телефону, и говорят, ну, я здорово, мне все понравилось, но я начну чуть позже. Когда я закончу институт, когда сдам диплом, когда сдам годовой отчет, когда рожу, когда вырасту ребенка, да, там, и так далее, там, и тому подобное, я уже четко понимаю, что этот человек, скорее всего, никогда не начнет. Просто никогда. А если начнет, то потом же и бросит. Потому что либо человек начинает сразу же и принимает решение, что да, я хочу, да, то есть я готов, осталось только научиться, да. Ну, либо, скорее всего, он будет относиться в большей степени к категории зрителей, да. Я посмотрю, как ты, ну, и потом, может быть, ну, найду другую причину, почему не начинать. И в окончании хотел бы такую фразу вам тоже подарить, да, что идеальное время никогда не наступит, потому что мы с вами, вы, мы, да, все всегда либо слишком молоды, либо слишком стары, либо слишком заняты, либо слишком устали, либо еще чего-нибудь. Постоянно что-то меня мешает, отвлекает, погода, природа, друзья, недрузья, работа, дети, дом, много чего может отвлекать, да. И вот если человек постоянно беспокоится о выборе идеального момента, когда начать, то этот момент, он никогда в этой жизни в большинстве случаев не наступает. Приятно было с вами пообщаться. Думайте, делайте выводы эффективного 14-го каталога. Ждем вас всех на будущих следующих вебинарах. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok